МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие друзья. Это «Точка зрения» совместный проект Большого радио и Арктик ТВ. Меня зовут Екатерина Гладышевская, запытом звукорежиссер Екатерина Морозова. Я приветствую нашу гостью, генерального директора группы компании «Норд Медиа» и «Экс Маркет» Марина Шувалова. Марина, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. Телефон прямого эфира 45 09 45, номер для СМС-сообщения 7 921 045 10 45. Говорим мы сегодня о рекламе, о ее важности и нужности, развенчиваем некоторые мифы, в том числе о рекламе на телевидении. Марина, расскажите, пожалуйста, вот говоря о Мурманске и Мурманской области, что из себя представляет сегодня рекламный рынок? Он развивается или интерес к рекламе утрачивается в последнее время? Какие-то новые тенденции, может быть, появились? Что вообще нового? Вы знаете, Екатерина, после долгого летнего затишья сейчас город возвращается к своему обычному ритму и активизируются все предприниматели. К счастью, рынок рекламный поднимается и надеемся, что как раз к новому сезону он поднимется еще выше, так как обычно октябрь, ноябрь, декабрь – это самые высокие сезоны для рекламы. А с чем это связано? С чем это связано? С тем, что к концу года или к Новому году все активизируют свои акции, возможно, рекламируют свои новые товары и услуги, предлагают какие-то вечеринки, рестораны, открывают свои двери для новогодних вечеринок. И об этом, об всем надо рассказать, чтобы потребители и покупатели это знали. Как один из видов рекламы – это рекламные щиты, которые установлены у нас в городе, да? Где они? Рекламные щиты много где установлены у нас. Ну вот эти вот два экрана, которые на Аметисте и… А, нет, это у нас экраны, не щиты, не Белгороды. Это как вы специалист, да, вы понимаете. После лета у нас появился еще один новый экран в городе, он находится на площади спорта, на воротах стадиона «Профсоюза». Смотрит он на Ледовый дворец, на магазин «Спартак» и вот на часть Мурманского морского пароходства, собственно, на эту площадь. Достаточно посещаемое место, проходимое место. Многие от любителей, проезжая, видят, что на этом экране. Вот, это одно из обновок в нашем городе появилось. Кроме того, теперь мы получили в управление этот экран и экран на торговом центре «Аметист». Вот, ну, пожалуй, самой большой нашей заслугой и гордостью считаю то, что нам удалось нашему агентству, группе компаний «Норд Медиа», а именно рекламному агентству «Эксмаркет» заключить договор на рекламу, на размещение рекламы на федеральном телеканале ТНТ. А вот вы говорите, экраны, еще раз, вот эти вот щиты, вот глобальная разница по воздействию, потому что вот мы, как люди, мы потребители, в общем-то, мы, может быть, и не обратим внимания. Увидели щиты, мы увидели экран. Вот есть разница по эффективности воздействия? Или так сложно отследить? По эффективности воздействия, ну, это зависит от восприятия, что динамичное изображение, которое на экранах, оно воспринимается легче, чем статичное изображение. Но статичное изображение не переключить, например. Ну, и динамика, мне кажется, она больше внимания привлекает за счет того, что, да, движение действительно. Ну, скорее всего, вы всегда повернете голову в сторону экрана. Вы рекламное агентство, вот расскажите, опять же, вот тех, кто не знает, чем оно, по сути, занимается, в чем у вас основные функции? Рекламное агентство предлагает различные рекламные ресурсы для размещения своим заказчикам. Это предприниматели, бизнесмены, это различные компании. Вот, мы, являясь группой компаний, отличаемся от всех остальных рекламных агентств в нашем городе тем, что у нас прямые договоры с телеканалами. Например, у нас эксклюзивный договор с Арктик ТВ, также вот договор с ТНТ, договор с телеканалом Россия 24 на рекламную врезку. Вот, и у нас это прямые договоры, мы не работаем через посредника. То есть, грубо говоря, вы берете заказ, соответственно, у заказчика и передаете его исполнителям, которые изготавливают рекламный продукт какой-то? Да, это дает нам возможность предложить более выгодные условия, чем вам предложат агентство-посредники. Многие считают, реклама сейчас совершенно не нужна. Вот как вы считаете, в современности сегодня она действительно не нужна или все-таки это неотъемлемая составляющая? Без нее как ни крути все равно никак, как начинающим бизнесменам, так и тем, кто уже раскрутил свой бизнес. Я тут человек, который непосредственно занимается рекламой, в корне не согласна с этой точкой зрения. Потому что, как вы можете вести свой бизнес без рекламы, как о вас узнают? Например, я как потребитель, откуда узнаю имя вашей компании, если мне вдруг нужно поставить окна, или поменять автомобиль, или купить новое платье, новые туфли, например? Как должна я узнать ваш магазин? Ведь, по сути, сейчас на рынке очень много, например, магазинов обуви. Да, они, естественно, на разный размер кошелька, но в целом в сознании потребителя они все одинаковые. Это магазины обуви. И вот реклама как раз и станет одним из ваших серьезных конкурентных преимуществ, которое выдвинет вас, высветит вас из этого ряда, из общей массы всех остальных магазинов. И покупатель уже задумается, прежде чем выбирать новые туфли, новую одежду, машины, куда ему пойти. И, скорее всего, он вспомнит ваше рекламное сообщение. Ну да, банально, допустим, приходим, правда, в магазин обуви, выбираем себе какую-то обувку. Смотрим, ага, вот эти вот ботиночки я вроде бы видела где-то, даже, может быть, я и не вспомню где. И вроде бы там какая-то вот подошва какая-то вот она особенная. Наверное, хорошие ботиночки нужно как минимум их померить. Марина, у меня к вам такой вопрос, как журналиста. Вот скажите, пожалуйста, между заказчиками и исполнителями зачастую возникают конфликты. То есть те справедливо считают, что они, собственно, деньги платят, и все должно быть так, как они это видят. А исполнители, ну, те же самые телевизионщики, они тоже вот крутятся постоянно в своем производстве, они тоже прекрасно знают, как это все должно быть и чего не должно быть. На самом деле доходило до маразма, вплоть до того, что рекламодатель предоставляет эксперта, который диктует, ну, который дает интервью какое-то, журналист это интервью берет, расписывает его в тексте, и рекламодатель потом говорит, текст плохой, переделайте. И вот вроде бы абсолютно доступно, что мы не можем переделать то, что сказал ваш эксперт, потому что он уже это сказал. Вот что в данном случае делать вам? То есть вы как-то пытаетесь их друг с другом примирить? Это так же можно разругаться, распсиховаться, и в итоге ничего не будет хорошего ни тем, ни другим. Ну, это извечная проблема, что, естественно, все хотят лучше. Ну, как известно, лучший враг хорошего. Но во всем существует индивидуальный подход. Ни в коем случае не надо скандалить, просто разумно объяснить, доказать свою точку зрения. Ну, а с другой стороны, клиент всегда прав. Если они хотят видеть определенного эксперта, если они хотят определенные, слышать рекламные сообщения или определенную информацию, они за этим и пришли к вам. Поэтому тут надо журналисту, который берет интервью, записывает сюжет, максимально подойти, понять, собственно, что именно хочет рекламодатель. Поэтому это, конечно, достаточно сложно быть медиатором между журналистами и заказчиками. А вот на вашем опыте чаще всего из-за чего вот такие вот недопонимания происходят? Вспомните, или вот сложно так выделить какие-то общие? Вообще, по-моему, мне кажется, рекламой должен заниматься один человек. Прекрасно в ней разбираться. Там даже где-то использовалась практика, что даже, по-моему, за рекламу и деньги платили отдельно. Но как происходит у нас в большинстве редакций, это у нас журналисты, швецы, жнецы, на Дуде и Греции. Я, может быть, защищаю своих коллег, но их тоже можно как-то понять. Нет, я прекрасно понимаю иногда журналистов, потому что, да, иногда доходит до очень странных вещей, но и журналисты иногда сами тоже ошибаются. Или, например, видеомонтажеры, которые собирают сюжет. Ну, почему же вы иногда показываете, для примера привожу, например, мех-мутон, но озвучиваете его как норка. Естественно, рекламодатель видит, что как же вы говорите про норку, а на экране у нас мутоновые шубы висят. Мужчинам позволите, но мне обязательно разбираться в шубах. Марина, у нас есть звонок, давайте послушаем. Доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а несут рекламщики какую-нибудь ответственность за ту рекламу, которую они дают? И как они определяют качество товара? Ага, благодарю вас за вопрос, интересно. Согласно закону о рекламе, нам предоставляются сертификаты на товары и услуги, лицензии, если деятельность лицензируется. А качество товара, собственно, и подтверждается некоторыми документами. То есть, соответственно, вы можете отказать, если вам обращается к вам человеку, но не предъявляет необходимых вам документов, вы вправе отказать. Согласно закону о рекламе, мы обязаны требовать документы с наших рекламодателей, подтверждающие качество этого товара. Опять же, если деятельность лицензируется или сертифицируется. А если речь идёт, то одно дело, когда это шуба, для примера, то, что мы говорим, другое дело, если это какие-то... Согласно законодательству, должен быть определённым образом чипированы и так далее. И про медикаменты, например. Там есть какая-то специфика или вот что-то такое, что может действительно, если... Да, в законе целая статья, там очень много ограничений. Очень много ограничений на медикаменты, медицинские препараты, медицинские услуги. Зачастую предприниматели какие ошибки допускают, пренебрегая рекламой, а, может быть, выбирая какие-то другие инструменты? И какие, может быть? Ну, мне кажется, опять же, это моё личное мнение. Очень сложно без рекламы, потому что если вы себя не рекламируете, о вас никто не узнает. Если о вас никто не узнает, к вам никто не придёт. Поэтому убирать, например, некоторые берут и режут рекламные бюджеты в непростые кризисные времена, да, это один из шагов финансового планирования, но никогда нельзя резать именно рекламные бюджеты. Это большая ошибка, потому что вы, получается, отрезаете себя от своих клиентов потенциально. А вот сценарий предоставляет зачастую рекламодатель. Это они сами составляют или, допустим, они что-то составили, принесли вам, вы понимаете, ну, нуждается в серьёзных коррективах этот сценарий. Да, конечно, мы предлагаем свои варианты решений и пытаемся тоже объяснить, что вот это у вас, скорее всего, не сработает, и вы просто зазря потратите деньги. То есть тут тоже нужен разумный подход к рекламе. И главное размещаться там, где именно ваша аудитория. То есть на правильных телеканалах, на правильных радиостанциях, где будут именно ваши покупатели, ваши заказчики. Потому что странно было бы рекламировать финансовые услуги, например, на телеканале Disney. Да, её увидят. Реклама никогда не останется незамеченной. Но кто её увидит? Есть ещё один звонок у нас. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Игорь Че. Ага, очень приятно. Слышим вас. Здравствуйте ещё раз. Ну, со столетиям города. Ой, спасибо вас тоже. Замечательный наш город. Вот живу, любуюсь. Ну, просто хорошо. Кстати, ну, по поводу рекламы. Вот, ну, например, вот есть такая фирма «Лавпродукт». Вот, и вы знаете, вот как можно её рекламировать? Вот, я ходил в море, и вот по поводу их всех тушёнок, и взять это молоко жвучёное, ну, это просто невозможно есть. Вот как можно этот продукт рекламировать? Хотя бы вот рекламодатели проверяют это. Ну, да, да, Игорь, спасибо вам за звонок. Вот сейчас предыдущий звонок тоже, собственно, был. Всем удачи, до свидания. Ага, спасибо вам тоже. По поводу качества услуг. Ну, я так думаю, что как бы дальше, соответственно, следить уже за свежестью. За качество отвечают производители. Да, и Роспотребнадзор, опять же, который работает и по жалобам. То есть задача рекламы – довести покупателя до этого продукта, а дальше уже ответственность самого производителя, насколько он будет вкусен, качественен и так далее. Поэтому, или, допустим, вот прекрасная реклама, и покупатели идут в магазин, но их встречают унылые продавцы, или некомпетентные, или в плохом настроении. И что с этим делать? И реклама сработала. Ну, не получил покупатель того, чего хотел. Ну, согласна, да, это очень сложно проследить. Игры с продавцами действительно это отдельный разговор, потому что есть магазины определенные, как-то вот некоторые даже особенно этим славятся, когда ты приходишь, и на тебя буквально нападают. То есть порой мы заходим в магазин, может быть, у нас просто такое настроение, нам хочется постоять, мы нецеленаправленно туда идем. Мы хотим посмотреть, там, я не знаю, на какие-то рубашечки, кофточки, вдруг что-то понравится, тогда мы купим. Тоже, как бы, для женщины определенно отдушина. А когда тебе наскакивают 33 девушки, начинают тебе завешивать эту одежду, у тебя возникает единственное желание большинства из нас. Мне кажется, это просто оттуда удрать побыстрее, и в следующий раз, возможно, эффект будет абсолютно обратный, нам, наоборот, туда не захочется даже заходить. Ну вот, возвращаясь к сценариям, Марин, вам, как никому другому, наверное, об этом прекрасно известно, как же выстраивать правильно, ну, я понимаю, что очень сложно рассказать вот так вот абстрактно ролик, ну, какие ошибки нельзя допускать. Ну, вот, например, я не знаю, я продаю одежду, какого-нибудь там хорошего качества, откуда-нибудь там, допустим, из-за рубежа, или неважно, наша продукция привезенная, вот чего мне, может быть, нельзя сделать, или вот как акценты расставить в рекламном ролике. Может быть, у нас сидит потенциальный ваш клиент, который вот только-только вот сейчас он слушает наш эфир и думает о том, какой замечательный бизнес в скором времени он откроет, и обратится к вам, и предложит вам сценарий какой-то, но не знает, с чего, собственно, начать вообще, как это происходит. Ну, во-первых, надо цель поставить, что вы хотите этим добиться, этим роликом. Я хочу привлечь клиентов, я вот только вышла на рынок, я еще никого не знаю, я хочу, чтобы люди заходили не в разрекламированный магазин, а вот в мой там магазин одежды «Солнышко». Ну вот, мы смотрим, для кого эта одежда, для детей и для взрослых. Дальше предлагаем варианты, на каких телеканалах размещаться, или, возможно, вам вообще не надо на телеканалах размещаться, а надо размещаться на радиостанциях, например, или в интернете вам будет удобнее и эффективнее это делать. Вот, это все зависит, это очень индивидуальные подходы все. Любой сценарий – это индивидуальный подход. Вот, любая рекламная кампания – это что-то очень индивидуальное. Но это же так сложно. С одной стороны, да, вот понятно, когда речь идет, например, о строительстве, либо о продаже квартир в каком-то городе, и мы пытаемся разместиться на Диснее, а когда мы говорим, например, о продаже одежды, то мне кажется, тут тебе и радио, и телевидение, и газеты. И все зависит только от моих финансовых возможностей, получается, или нет? Нет, ну, например, если это детская одежда, это один телеканал, если это одежда для взрослых, допустим, для более, скажем так, солидной аудитории, то это уже совсем другой телеканал. То есть тут главное – целиться и попасть в свою аудиторию. Мы говорим о важности рекламы, вот вы рекламное агентство, вы, в принципе, тоже, несмотря на то, что у вас два экрана, я все теперь боюсь, или щитом, или как я там назвал, экрана, да, я вас знаю, ты клиент, и зачем вам-то сейчас нужна реклама? Что вы! Опять же, реклама – это очень важно. И мы, даже будучи рекламным агентством, мы себя рекламируем, и мы вкладываемся в собственную рекламу, чтобы о нас узнали, чтобы наши потенциальные рекламодатели пришли именно к нам, чтобы они знали, что есть такое агентство, где можно разместиться, где всегда помогут с рекламой, индивидуально подойдут, вот, и найдут более выгодные и эффективные решения ваших. Какие заблуждения основные о рекламе существуют? Ну вот, например, вот вы там раскрученное агентство, а есть какой-то вот нераскрученный, наверное, у них ценник поменьше, я закажусь, у них сэкономлю. Вот насколько это справедливо? Раз, например, там дешевая реклама, хорошо это или плохо, ну и, может быть, еще какие-то мифы существуют? Ну, то, что все стремятся экономить сейчас, это понятно и это разумно, но, к сожалению, дешево не всегда эффективно. Например, ну, меня всегда удивляют ситуации, когда мы лучше потратим 5 рублей, но на какую-то абсолютно пустую рекламу, которая неэффективна, которая не принесет вообще ничего. Да, ее заметят, но это не та аудитория. Ну, мы потратим 5 рублей. Вместо того, чтобы потратить, грубо говоря, 10 рублей, но получить эффект, и к вам придут ваши потребители и покупатели. Вот этого вот я никогда не понимала. Зачем вы зарываете 5 рублей, и когда, потратив 10, вы получите 100, например? Ну, это и как на любом рынке, мне кажется, выбирая опять, может быть, это абсолютно там совсем уж кухонное приземленное сравнение, но, тем не менее, там, выбирая какую-то одежду, мы же идем по разным магазинам. То есть, как минимум, если мы нашли там что-то совсем дешевое, может быть, есть смысл хотя бы походить, поспрашивать, за спрос, так как говорится, денег не берут? Нет, почему? Есть и недорогие рекламные компании. Есть, но просто иногда аргумент, один из аргументов отказа рекламодателей, ой, на другом ресурсе дешевле. Ну, да, дешевле, но вы посмотрите на ресурс. Есть рейтинги, есть аудитории, там, телеканалов. Я говорю про телевидение, например, в данном случае. Извините, да, вынуждены перебить. Да, извините за тавтологию. Говорим мы сегодня о рекламе и прервемся на рекламу. Телефон прямого эфира 45 09 45. Звоните нам сразу же после нее. Что такое честная рассрочка от меховой фабрики Елена Фурс? Мы делим цены пополам и даем рассрочку на два года. Только в октябре. Норка за 2 500 в месяц и без переплат. Просто паспорт покажите и свою шубку заберите. Елена Фурс. Дом торговли. Ленина 69. Продолжение следует. Автомойка Немо. Город Мурманск, Свердлово, 11. Ежедневно с 10 до 22. Звони 605-00. Ты что это хулиган делаешь, а? Поклеи мне еще тут! Заберите счастье домой. Сегодня человек, который знает о рекламе все или почти все, Марина Шувалова. И говорим мы, соответственно, о рекламе. Марина, давайте еще раз перечислим, вот какие есть способы рекламироваться. То есть это телевидение, радио. Еще раз, что у нас есть? Это пресса, это наружная реклама. Ну и, конечно, какие-нибудь акции, поддерживающие акции или ивенты, как они называются теперь. А какая у нас реклама считается наиболее дорогой и значит ли это, что дорогая, значит эффективная? Все считают, что на телевидении реклама достаточно дорогая. Ну, почему-то да, есть такой миф, что реклама на телевидении дорогая. Но тут вопрос, ну что значит дорого? Вы сравните это с тем эффектом, который вы получите от рекламной компании. То есть вы, возможно, двумя своими потенциальными или пришедшими к вам покупателями отобьете всю рекламную компанию. Такое же тоже может быть. То есть надо оценить сначала эффект и результат, который вы получите, а потом уже судить, дорогая она или нет. Ну вот мы говорим, да, вот реклама-реклама, а как же, например, опять там те же сапожки? Пошла, я купила сапожки в каком-то магазине, пришла к вам вечером, мы встретились, и говорим, девчонки, я такие сапожки в таком классном магазине купила, так здорово. И вы такие, да, сходили, посмотрели, а потом на следующее утро на работу пришли. Девочки, мне тут подружка рассказала, такие сапожки продаются, чем не реклама? Пожалуйста, сарафанное радио платить никому не нужно. Да, присутствует такое явление, как сарафанное радио, и, возможно, это неплохо. Но возникает сразу вопрос, насколько вы можете управлять сарафанным радио? Насколько быстро ваша соседка, тетя Маша, разнесет информацию о грядущей акции в вашем магазине, например? И насколько... А вдруг тетя Маша оказалась недовольна вашими товарами, услугами? Ой, она советовала мне, я пришла там и посмотреть, Таня, что... И негатив-то обсуждается гораздо чаще. Как мы знаем, что позитив разносится с коэффициентом 7, а негатив с коэффициентом 21. То есть три раза больше человек узнают о негативе. А ваше рекламное сообщение, давая его, вы выдаёте именно правильную, нужную информацию для неопределённого круга лиц. Вот, и все узнают, что в вашем магазине там проходит акция, или у вас новая услуга, или что-то может быть ещё. Скажите, пожалуйста, опять же, я понимаю, что очень сложно говорить вот так вот в общем, что всё это очень индивидуально, но тем не менее, есть ли какая-то специфика работы с начинающими предпринимателями, которые только-только выходят на рынок, о которых никто ничего не знает практически, и теми людьми, которые уже успели себе зарекомендовать? Ну, конечно, начинать всегда сложнее, потому что вас ещё никто не знает, вы ещё не заявили себя на рынке. Конечно, тут надо делать массированные рекламные кампании, то есть задействовать несколько ресурсов по возможности. Но, опять же, всё зависит от размера бюджета. Кто может себе позволить больше, то и надо вкладывать больше, и эта сторица вам вернётся. А что у нас является залогом эффективности рекламы? То есть то, сколько денег я, соответственно, на неё трачу, или, может быть, это какие-то у нас гениальные идеи? Поговорим об этом сразу после звонка. Есть ещё один звонок. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Да, телевизор, пожалуйста, потише, сделайте. Вы говорили за рекламу. А вот домостроитель... Вы слышите меня? Да, 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 телевизор, пожалуйста, сделайте потише, или радиоприёмник, что у вас там? У меня ничего нет, только телевизор. Да, так громко. Вот потише, пожалуйста. Вы говорите за рекламу. Вот домостроительная, дом 7 в северной промзоне. Я сама на Беринга живу, инвалид. Почему нет номера телефона? Мне нужно стол кухонный купить. Что это за реклама? Нет телефона. Вот я надеюсь, что вот как раз рекламодатель, который заказывал эту рекламу, он слышит. Это заплатная реклама, если нет телефона. Хорошо, мы поняли вас. Всё, извините, до свидания. Спасибо большое. Вот, кстати, наверное, одна из ошибок, которую порой допускают рекламодатели. Да, заплатили денег, выбрали контактную информацию. Да, собственно, куда обращаться-то не сказали. И вот, возвращаясь к эффективности, это всё-таки что должно быть? От количества денег зависит, от количества какой-то там гениальной идеи. И как её найти, соответственно, эту гениальную идею? Сейчас уже перебрали вообще всё, что можно. Реклама креативная, реклама партизанская, реклама там ещё куча всяких разновидностей существует. Вот как понять, выстрелит или нет? И чем вы можете помочь, чтобы всё-таки выстрелила? Так же, результат вы оцените по своему доходу, который вы получите, по количеству клиентов, пришедших, по количеству оказанных услуг. Вы именно так оцените эффективность рекламной кампании. Это единственное… Это уже впоследствии, да. Вот, наверное, на ранних этапах сложно всё-таки спрогнозировать, да? Да, у меня, конечно, была такая мысль предложить людям, которые абсолютно не верят в рекламу, предпринимателям, которые говорят, а, это что ваша реклама, ерунда какая-то, воздух просто, выкинутые деньги. Вот у меня есть желание им предложить, сказать, давайте вот мы с вами сядем, мы разработаем рекламную кампанию, она будет стоить там определённого бюджета. Ваша цель, вы хотите там, вот у вас приходит 100 клиентов, вы хотите, чтобы приходило 140, например, клиентов, или 130, да? Мы расписываем, и что за определённое количество времени у него должен быть прирост, вот на такой-то процент, например. Если это срабатывает, он нам платит эти деньги, этот бюджет. Если нет, то мы берём какую-то символическую сумму просто за нашу какую-то работу. Вот, но в данном случае встанет другой вопрос. А как мы с вами контролировать-то будем прирост этот? Кто готов открыть вот эту информацию, или кто готов... Ну, это, конечно, индивидуальная вещь, но я готова вот это предложить. Мне даже самой было бы интересно, каким образом... Ну, точнее, сработает это или нет, получится ли у меня убедить человека и показать ему, смотрите, Иван Иванович, работает же. Я же говорила! Я же говорила! Хотя не люблю эту фразу. Вот, но тут встанет вопрос контроля именно. Как мы будем контролировать, насколько это выросло? Да, согласна с вами. Скажите, вот на вашем опыте есть ли у вас любимый пример рекламы, который вот прям вот выстрелил? Понятно, что мы не будем сейчас говорить о каком-то конкретном продукте, какой-то конкретной рекламе. Может быть, опять же, там была какая-то вот прям вот мысль какая-то, задумка какая-то интересная. Или, может быть, она была не в привычном нам исполнении, например. Ну, я не знаю, там в порядке бредом, этикпликационном, например. Или сложно так вспомнить. Нет, я помню очень много прекрасных роликов, ну, опять же говоря, про видеоролики. Хотя и про радиоролики тоже есть иногда очень интересные ролики, которые западают в голову, и ты напеваешь до вечера какой-нибудь рекламный мотив или рекламный слоган. Такое же бывает. И вот если это происходит, значит, это эффективная реклама. Вот, не, я помню массу прекрасных роликов. Не знаю, мне, конечно, очень хочется сейчас назвать бренды, которые, это даже не федеральные, это наши местные мурманские компании, у которых были, ну, потрясающие ролики. Ну, то есть это все-таки задумка получается, да? То есть, может быть, какая-то вот песенка, да, как вы сказали, запоминающаяся. То есть, какая-то фишка в первую очередь. Ну, это целая психология рекламы есть. Это целый отдельный пласт того, как создаются ролики, как они должны воздействовать правильно на потребителя, какие акценты где надо расставить. Вот, просто есть мультипликационные ролики, которые очень дорогие в производстве, или там 3D-производство роликов. Ну, это уже чуть-чуть не о рекламе, это уже о ее производстве речь. Но, боюсь, что не все готовы платить дорого. Например, если, например, опять же, на цифрах, если ваш ролик будет стоить порядка, там, 50-60 тысяч рублей больше, а ваше размещение будет стоить примерно 50 тысяч рублей. Ну, вот какой смысл? Вот, кстати, о размещении, да, вот про ролик там очень много сказали, огромную роль. Я успею, чуть-чуть времени мне, Екатерина, подсказывает, совсем у нас осталось. Это в какое время, собственно, размещаться? То есть, понятно, что, может быть, в прайм-тайм, да, который считается, но понятно, что это будет дороже. Вот кратенько совсем, буквально чуть-чуть поросов. Он и прайм-тайм, поэтому он и дорогой, потому что это самый пик телесмотрения, например. Или у вас же на радиостанции тоже есть свои временные промежутки прайм-тайма, что вы считаете прайм-таймом? Ну, спасибо, Марина, что вы пришли сегодня к нам, разговор можно продолжать бесконечно. Марина, хорошего вам дня и вам хорошего дня, дорогие радиослушатели и телезрители. Марина, что-то хочешь на прощение нам сказать? Да, хочу поблагодарить за приглашение в студию. Очень приятно, у вас очень приятная атмосфера. И, пользуясь случаем, хочу поздравить мурманчан со столетием нашего любимого города, процветания ему, развития ему и всем нам, наверное, здоровья и счастья и радости жить в таком прекрасном городе. Я присоединяюсь, это была «Точка зрения», услышимся на большом радио, увидимся на «Арктик ТВ». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok